Здравствуйте, Юрий. Поздравляем вас с завоеванием бронзовой медали чемпионата Европы под дзюдо, который проходил в Хорватии в начале октября. Скажите, вот вы первый раз участвовали в таком турнире, как вам ощущения по этому турниру? Как вообще сложилось, что вы решились поехать на чемпионат Европы среди ветеранов-мастеров? Ну, я до этого... Спасибо большое за поздравления. Я до этого принимал участие в соревнованиях. Ну и по самочувствию, по подготовке понял, что можно принять участие в чемпионате Европы среди ветеранов. Скажите, как, по вашему мнению, уровень участников чемпионата Европы? Ну, понятно, это не действующие спортсмены, да, это категория мастеров-ветеранов. Уровень подготовки, на ваш взгляд? Ну, хочу сказать, что очень высокий. Потому что бороться с зарубежными дзюдоистами было очень тяжело. А как... То есть до этого у вас, я так понял, было всего лишь один старт, это чемпионат России, на котором мы стали пятым. Вот сравнить уровень чемпионата России и чемпионата Европы, насколько разница большая? Ну, для меня ощутимый чемпионат Европы был, конечно, тяжелее, чем чемпионат России. Но результат оказался лучше на чемпионате Европы. Ну, на чемпионат Европы, конечно, я уже поехал совсем с другой подготовкой, я имею в виду морально-психологическую подготовку. Уже с другим настроем совершенно. В юные годы вы занимались дзюдо, потом у вас был большой перерыв. Расскажите, пожалуйста, где вы занимались, будучи юношей, в каком городе и у какого тренера? Ну, в школьный год я занимался у Егора Николая Владимировича в Серпухове, в Подмосковном. Николай Владимирович на сегодняшний день продолжает тренировать, участвовать в соревнованиях среди категория мастеров. Пользуясь случаем, хочу поздравить его. Он стал как и в личном, так и в командном зачете чемпионом Европы. А скажите, вот та закалка, которая была в детском возрасте, она помогает сейчас? Да, конечно, несомненно. А техника изменилась ваше по сравнению с юношеским возрастом и сейчас? Или коронные приемы остались те же, просто вы их сейчас более начали оттачивать и с более взрослой головой понимаете? Ну, конечно же, понимание того, что происходит на татаме, уже совершенно другим взглядом, другими мыслями. И выходит с другими мыслями совсем на татаме. А техника, ну, что-то поменялось, что-то продолжает оставаться тем же. А как вы выходите на татаме? Вот вы ставите себе цель любой ценой, ну, как бы, выиграть у соперника, любым способом? Или как-то вы по-другому подходите, ну, как бы, используясь такой гибкий путь, мягкий путь? Нет, конечно, более гибкий, более мягкий путь. Особенно на тренировках нет такой задачи, чтобы вот все выложиться и победить любой ценой. Нет, на тренировках стараюсь выполнить те задачи, которые ставит тренер и которые я сам себе ставлю. А на соревнованиях? Ну, а на соревнованиях, ну, честно говоря, я выхожу, конечно, победить, но если я вижу... Я отношусь к соперникам очень лояльно. Для того, чтобы не нанести ни себе, ни им травму. Это, наверное, связано еще с тем, что все-таки после соревнований вам еще надо пойти на работу, чтобы работать и кормить себе. Ну, я еще нужен в семье, да, в таком здоровом состоянии. Скажите, а как, где вы тренируетесь в настоящее время и расскажите, как вообще тренер, тренерский подход и ребята помогают вам в клубе? И вообще рады были, что вы выиграли чемпионат, стали бронзовым призером чемпионата Европы? Ну, тренируюсь я на сегодняшний день в управе района Биберева в спортзале Кентавра. Вот, под руководством Романа Георгиевича Карасева и Низами Байрамовича Адаскарова. Конечно, все, кто вот выходит, кто приходит на татами на тренировки, естественно, без помощи этих ребят, без помощи тренеров, конечно, я бы никогда не стал бронзовым призером. Какие планы на будущее? Ну, планы самые, конечно, грандиозные, что касается спортивной карьеры, это, конечно же, участие до конца года в двух турнирах, которые будут проходить в Московской области и в Петербурге, а так, конечно, цель Египет, чемпионат мира. Удачи вам, спасибо большое. Спасибо.